А вот что на самом деле происходит с медреформой? На этой неделе, после долгих месяцев дискуссий, началась реализация первого этапа. Каждый украинец теперь должен выбрать семейного врача и подписать с ним декларацию. Но оказывается, это не так-то просто сделать. Чем люди уже недовольны и какие проблемы Минздрав срочно должен решать, знает Любовь Кукла. Врач для каждой семьи? Еще я не выбрал, потому что я не знаю, как ее выбрать. В стране стартовала медреформа. Отныне украинцы должны подписывать декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами. Если раньше мы были грабами прописки, то сейчас понятие участкового врача отменили. Пациенты сами могут решать, кому доверить свое здоровье. В Минздраве неоднократно уверяли, процедура проще простого. Необходим паспорт, код и мобильный. Если есть ребенок, еще есть свидетельство о рождении. С этим пакетом нужно прийти в больницу, обратиться в регистратуру и выбрать врача. Какая она медреформа в действии? Проверю лично. Иду в одну из ближайших к дому поликлиник выбирать семейного врача. Из документов только паспорт и код. В моей поликлинике настоящий ажиотаж. Толпы желающих подписать декларацию. Среди них и я. Это, кстати, чем-то напоминает аншлаг в сервисных центрах после получения без виза. Уже даже анекдот появился. Пока все кинулись в поликлиники, самое время получать биометрику. Но шутки в сторону. Мне нужно попасть к врачу. Варианта два. Или в порядке очереди, или по предварительной записи. Я записалась на время. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Но, несмотря на всю предварительную подготовку, выбрать семейного доктора мне не удалось. Ведь подписать декларацию без компьютера невозможно. Все данные должны быть внесены в единую электронную систему. И хелс. Компьютерный кабинет один. Один на всю больницу. В кабинетах у врачей их нет. На все про все в столичной поликлинике четыре компьютера. Вместо техники на столах журналы с записями. Кстати, и очереди тоже бумажные. Запись с самого утра. С шести утра она должна быть под поликлиникой. Чтобы сюда попасть. Даже она была закрыта, но все равно. Да, да, да. Там, на улице. Кстати, одного визита сюда ни свет ни зарям недостаточно. Дальше тест на выносливость. Сначала очередь в регистратуру за специальным разрешением. Потом очередь в кабинет, который, напомню, один, где все должны выбрать доктора. В итоге, чтобы определиться с семейным врачом, работающему человеку стоит больничный взять. Ведь процедура на весь день. Я в десять приехала, но я уже была сорок четвертая записалась. Они сказали, что шести они стоят. Ну, кто стоит, посмотрите, в основном пенсионеры. У них есть время. У нас времени нет. Конечно, это можно объяснить первым ажиотажем. К примеру, в детских поликлиниках дела обстоят лучше. Такого наплыва пациентов нет. Пока вот заполняю, а там будем смотреть, сколько, как очередь будет идти, не знаю еще. Ажиотажа хоть и нет, но проблемы есть. Во-первых, педиатры в дефиците. Не хватает, но пока у нас все начинается. А во-вторых, электронная система пока дает сбои. Да, система, особенно в первый день, у нас висла. Что было такое, что надо было там 3-5 раз набрать, чтобы зарегистрировать этого ребенка. Хоть со сбоями, но главное, что работает. А как обстоят дела в глубинке, где интернета вообще нет? Это фельдшерский пункт в селе Златополе Кировоградской области. Доктора здесь нет, а на 700 человек всего один фельдшер. Поэтому с жалобами на здоровье людей отправляют за 15 километров отсюда в районный центр. От главной трассы к селу асфальта нет. Дорога песчаная, насыпная. В дождь проехать сложно. Поэтому местный фермер загнал сюда трактор, трамбовать путь. На окраине села живет Анна со взрослым сыном Олегом. У него синдром Дауна. Ей 80 лет. Поехать в Бобринец, подписывать декларацию сама не может. Ждет, пока кто-то из детей приедет помочь. Я вам скажу честно, что царе Хорма нам не по кишени. Чего? Нам же нема, как добраться. Как схватил Олешку. Я думала, в его аппендицит, в его часто. Он же в нас пішел из дома. Ой, слышала все. Я все-все-все слухаю. У вас доступ в интернет есть, чтобы вы могли... Нет, у нас даже нема на Диброву интернету. Село обслуживают вот этот фельдшерский пункт. Рядом с детсадом здесь могут измерить давление и температуру. А если у вас есть интернет, то есть это какой-то баннер с лекарями? Как вы говорите, есть способ? Ну, в фельдшерском пункте на данный момент у нас нема интернету, нема пока компьютера. А раз нет компьютера, о какой реформе может идти речь? Это задание местной влады, чтобы обеспечить минимальный доступ к интернету. Одного компьютера достаточно для того, чтобы заклад был возможность пока что подписывать декларацию. Но пока компьютеризация больниц в глубинке, вопрос далекой перспективы. А пока интернет в селе заменяет сарафанное радио возле Сельмага. А это уже Львов. Большой город, где проблем с наличием интернета точно нет. А вот с разъяснениями проблема очевидная. Подписать декларацию семейным врачом тут пока невозможно. Во Львове медреформа буксует. Семейные врачи не будут заключать договоры с пациентами, пока люди могут пользоваться только электронной записью к врачу или попросту брать талоны в регистраторе. А все потому, что электронную систему пока не будут запускать. По решению местных властей. Все из-за юридической неразберихи. Ведь пока чиновники не могут понять, кто и как будет защищать персональные данные. В Минздраве говорят, это не проблема, а право каждого. Мы с ними спілкуемся. Каждый имеет право, чтобы запитаться, подивиться, какая программа, как защищены данные. Мы с ними спілкуемся. Я думаю, что это явный саботаж. Пока время, чтобы утрясти все нюансы. Есть ведь окончательный срок для подписания декларации не указан. Да и неполная неделя работы медицинской реформы слишком мало, чтобы торопиться с выводами. Хотя некоторые моменты уже очевидны. Нет главного базы для внедрения новшеств. Любовь кукла Елена Брынз, Галина Якушко, Геннадий Аникенко и Оксана Алексеева. Подробности недели. Телеканал Интер. И вот несколько часов назад Минздрав одну проблему решил со Львовом. Город все же подключается к системе для подписания деклараций с врачами. Об этом Ульяна Супрун сообщила в своем твиттер-аккаунте.